король отдает власть муссолини его делают премьер-министром министр внутренних дел и министр иностранных дел а потом он становится вот этим дучи дучи это значит такой вождь как бы до в тридцать третьем году к власти в германии приходят нацисты в тридцать штом году не подписывают военный союз называемый ось берлин рим перед ними только противник это великобритания на средиземном море договорились они с гитлером что гитлер не лезет немцы не лезут все заканчивается для них катастрофой полным разгромом немцы вынуждены помогать чего очень не хотел муссолини ромель выступал перед гитлером он просил его фактически умолял летал к нему вот эту вольф шанс на восточную пруще в ее уставку просил что давайте эвакуируем а уже у немцев перед глазами был результат сталинградской битвы добрый день уважаемые зрители я перелогин сергей игоревич военный историк и сегодня я выступлю с ним такой небольшой лекции посвященной краху фашистской италии в сорок третьем году для того чтобы начать эту тему немножечко мы как бы вернемся назад небольшую ретроспективу и собственно а что же из себя представляла фашистской италии как известно италия перед первой мировой войной будущее союзником германии австро-венгрии не стала вступать в войну объявила нейтралитет выторговала себе значит различные преференции и остановилась на том что она все-таки будет с антантой и в пятнадцатом году она объявляет войну австро-венгрии становится членом союза западных стран антанту куда и входила царской россии в итоге в семнадцатом году она терпит громадное поражение при капоретто но ее спасают союзники позже в восемнадцатом году уже разваливающиеся австро-венгрия в октябре я терпит от итальянцы считали что это их победа на самом деле там конечно значительную роль сыграли западные союзники британцы и французы такое сражение при виттории винетто италия становится победительницы первой мировой войне однако на на что она рассчитывала она не получает да она получает не не несколько усиления улучшение границ на севере с населением итальянским которое было в австро-венгрии входило но она рассчитывала на больше а именно на всю побережье далмации то есть это адриатическое море но союзники в основном это способствовал это президент сша тогдашний вильсон это отдали на сербам и было создано такое государство королевство сербах хорватов и словенцев которые потом стала двадцать девятом году королевством югославия самой италии начинается жесточайший кризис потому что но как бы все было поставлено на оборону работали оборонные предприятия война заканчивается уже столько оружия не надо плюс они от австро-венгрии получили значительное количество решили что им достаточно начинается кризис экономически начинают появляться с фронта люди соответственно безработица растет и а в тот момент до итальянское правительство она была такой либерального направления на такого западного либерального толка и в этот момент начиная с особенно это 19 20 год италия это как такой значит кипящий котел причем очень сильны позиции левых там социалистов новой коммунистической партии там антонио гранша такой известный там даже рабочие в девятнадцатом году захватывали предприятия то есть в общем дело все шло к социальной революции по образу русской революции там все смотрели социалисты коммунисты смотрели на русских большевиков соответственно крупный капитал естественно начал готовить другую почву так сказать альтернатива для левых альтернатива это было такие значит правые националисты но вначале это движение габриэля д'ануцио мы о нем говорили уже как-то и такого человека значит как бенито муссолини бывшего социалиста главного редактора социалистической газеты аванти которого в общем то вышел из-за его даже выгнали из этой партии и он перешел на такие крайне правые националистические позиции он формирует вот этот националистический союз который превращается в двадцатом там конце двадцатого года национально-фашистской партии по-моему она так называлась и ставка делается крупного капитала делается естественно на них то есть на противовес левом делает ставка на правах и вначале это габриэля д'ануцио хотел сделать там в общем то такой военный заговор но его не поддержали в том числе кстати муссолини и его сторонники но муссолини подхватил эту идею и в общем он начинает угрожать уже в начале двадцатых годов начинают правительству либеральному угрожать ставить его фактически такие ультиматумы что вот они им нужно отдать власть иначе они организуют поход на рим и действительно 30 октября 22 года вот этот поход чернорубашечников как их звали то что они носили вот эти черные рубашки отличались этим организуется вот этот поход на рим и в общем то перед вот этим ультиматумом королевское правительство и сам король королевский совет и либеральное правительство уходит в отставку и в общем король отдает власть муссолини его делают премьер-министром а он берет себе пост и министр внутренних дел и министр иностранных дел а потом он становится вот этим значит тем титулом под которым он вошел под титулом дучи дучи это значит такой вождь как бы да это от латинского слова dux как бы тоже вождь причем что король во время войны уже был носил такой титул значит дучи супремо то есть верховные вождь армии и италии первой мировой войне и даже более того так сторонники гарибальди называли самого джузеппо дучи сам он не принимал никогда этого титула самым так сказать от этого сторонился но вот сторонники гарибальди его называли то есть вот это слово термин дучи он в общем-то не новый был но именно в том смысле как мы его знаем он конечно ассоциируется исключительно с бенито муссолини очень амбициозным таким значит демагогом ярко выступавшим на различных митингах он мог и перед рабочими перед предпринимателями и вот создается вот такой значит фашистской корпоративные государства то есть нет классовой борьбы все едины мы все итальянцы профсоюзы должны быть до на стороне рабочих но не сильно ущемлять интересы предпринимателей фабрикантов там банкиров и так далее то есть в общем вот такой вот должен быть национальное примирение как бы вот этот корпоративный дух и вот это фашистская италия она становится как бы образцом для многих стран в в европе особенно там восточной европе ну частности и хартийская венгрия и польши пилсуцкого и потом значит в испании но в испании сейчас мы отдельно поговорим в югославии тоже туда и в греции к этому склоняются вот к таким вот все прибалтийские страны фактически они благотворили более того у него были очень муссолини были очень хорошие отношения с черчиллем переписка понятно после войны это уже как-то так замыливалась но из песни слов как говорится не выкинешь начинается да он там начинает социальную политику проводить потому что в общем-то виталий да достаточно бедная страна пытаются они образование поднимать она довольно неграмотных было много как бы показывает что вот либеральный капитализм это одно большевистская россии коммунистическая это другое а вот мы строим как бы третий путь и вот под этот путь начинают выстраиваться при этом мы знаем что в 33 году к власти в германии приходят нацисты которых мы все время называем фашисты надо не надо путать фашисты это в италии были значит нацистская партия приходит к власти 30 января 33 года гитлер становится новым канцлером после поджога рейхстага там вводятся чрезвычайные законы фактически становится такая диктатура вот этой партии потом военная диктатура у муссолини с ней будут в общем-то различные трения но там из-за австрии потому что германия хотела аншлюз провести который в 38 году и произойдет италия вначале этого не хотела но они в общем-то по взглядам близки друг другу нельзя сказать что-то идентично но близки особенно их вбежает конечно же начавшаяся гражданская война в испании в 36 году италия посылает туда целый корпус там будет 90 тысяч человек авиацию свою танки активно принимают участие на стороне франко 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 тоже выстраивает себя под под муссолини туда потом и немец немцы там легион кондор немецкий и после вот это значит после испании начинается сближение двух этих государств 36 году не подписывают военный союз называемый ось берлин рим позже к нему еще и токио присоединится а потом мы все вот эти страны где будут фашистские режимы будут присоединяться он будет еще в сороковом году называться антикоминтерновский пакт и к нему вот эти все профашистские страны те кто будут под германию не все будут приходить естественно во внешней политике муссолини сразу объявил о том что он будет строить аналог римской империи он преемник древние значит вот это рима он будет выстраивать новую империю средиземное море это море на море на струму так сказать наше море как его в древнем риме называли это должен быть на значит действительно вот это наше озеро соответственно так как италия была обойдена по результатам еще первой мировой войны в том числе и колониями они на это рассчитывали не дали у них имеется только ливия и на так называемом эритрея рядом значит это тогда часть не входившие в абиссинию эфиопию сейчас это тоже отдельные государства потом они будут объединены и на африканском уроке так называемом там будет еще итальянской сомали там британская итальянской сомали мусори начинают строить империю значит каким образом в африка вся поделена там только два независимых государства либерия которые фактически находятся под патронажем соединенных штатов и вот абиссинии или эфиопия в 1896 году италия уже пыталась захватить абиссинии ничего у них не получилось было такое сражение при адуа где не потерпели сокрушительное поражение вот нужно взять реванш и италия начинают войну с абиссинии и там помогают абиссинии и западные страны а лига наций выносит предупреждение италии италия потом выйдет 37 году но в итоге в 36 году они захватывают абиссинии объединяют ее с эритреи и вот этой сомали и становится такая вот часть колониальной итальянской империи более того итальянский король виктор эммануил или витторий эммануиле 3 становится не просто королем а императором эфиопии и следующее это албания она уже и так в общем-то сфере итальянских интересов и им хочется очень нагреться в сентябре 39 года начинается начале польско-германская война которой 3 числа подключаются франция и великобритания начинается вторая мировая война до разгрома франции италия держит нейтралитет как бы выжидает смотрит а кто же победит так сказать чтобы не прогадать но она понимает что германия наносит сокрушительный удар по франции разбивает французскую армию входит в париж и подписывает капитуляции в том же амьенском вагоне как в восемнадцатом году и чтобы не опоздать разделу вот этого пирога италия вступает войну 10 июня 40 года фашистская италия объявляет войну великобритании и франции но франции уже разбита перед ними только противник это великобритании на средиземноморье договорились они с гитлером что гитлер не лезет немцы не лезут в средиземноморье и участвует только севернее альп но предоставили как бы карт-бланш италии далее начинают войну с великобритании с походом на нил все заканчивается для них катастрофой полным разгромом одновременно идет война с грецией который тоже заканчивается в общем серьезными потерями немцы вынуждены помогать чего очень не хотел муссолини помогать спасать своего союзника союзника теряет киренаику откатывается почти значит откатывается до границы там киренаик и триполитанию и гитлер посылает в африку ромеля со своими войсками и начинается так называемого вот это северно-африканская кампания который длится от февраля сорокового года до ноября сорок второго года она в общем такая качели как бы все время значит война на встречных курсах как ее можно назвать что называется то наступают англичане то немцы то опять англичане то немцы значит в итоге немцы в июле сорок второго года доходят до аламей на это 140 140 километров из западнее александрии в октябре и ноябре происходит второе сражение при этом или аламей не немцы терпит поражение начинают откатываться на запад и к январю 43 года откатывается до границы ливии с тунисом и вот здесь января с сорок третьего по апрель начинает так называемая тунисская кампания вот эта группа армии африка 5 танковая немецкая первая итальянская армия закрепляется на линии марет эта линия которая была построена укрепление еще французами на границе итальянской триполитании но ноябре уже высадились союзники на северо-африканский континент операции торч это марокко это алжир и тунис подчинялись вишийской франции там происходит переворот и в общем они переходят алжир переходит на сторону сражающейся франции да у них там будут у адмирала дарлана с генералом деголе большие конфликты между собой но тем не менее они переходят под управление союзниками и союзники выходят на западную границу туниса то есть вот эта немецкая нет итало-немецкая армия заперта в тунисе начинаются вот эти бои причем феврале 43 года начинается первое это бои за проход кейси рим так называемый значит это американцы попытались пробиться к тунису а там вы знаете тунис есть город тунис который на побережье находится вот они пытались значит как бы с юго-запада на северо-восток пробиться через весь тунис проход очень небольшой он там по порядка по моему 12 километров между таких возвышенностей идет дорога там немцы организовали оборону и ромель ромель появляется он болел очень сильно вернулся уже после поражения или аламе не опять он командует этой группы уже армии он наносит контрудар американцам очень серьезный американцы теряют там значительное количество порядка там трех тысяч человек теряю там пленные есть еще это потери только назвал убитыми и ранеными теряет большое количество техники в основном танков почему-то значительно для них это в общем первые такие серьезнейшие потери были до этого не ну понятно они несли там в основном вели войну на тихом океане там были а здесь еще не было на западе такого обходить там получается так что есть на линии фронта это лобовые атаки но как бы отвлекали а сделали в основном маневр такой обошли как бы эту линию морет с юга и вышли во фланг и тыл немецкой армии и немцам пришлось эту линию оставлять этот проход вынуждены были на западе она ставить ромель выступал перед гитлером он просил его фактически умолял летал к нему вот это вольф шанс на восточную пруще в ее ставку просил что давайте эвакуируем а уже у немцев перед глазами был результат сталинградской битвы когда паулис попал вместе с более двухсот тысяч человек попал в окружении и вот эта шестая армия как раз 2 3 февраля она там полностью сдалась 43 года то есть все было что называется на глазах и здесь такая же на группировка порядка там более 300 тысяч тоже оказывается собственно в окружении ромель умоляет гитлера умоляет все это верховное командование сухопутных войск но гитлер наотрез отказывается что мы не должны уходить с северо-африканского континента это престиж там это но все его известные доводы сама уже ромеля оттуда убирают чтобы он как бы вот убирают его на западный фронт с повышением но тем не менее там остается вначале значит такой генерал фон тома а это командующий армии 5 танковый а собственно вот эта группа армии африка фонар ним остается и все заканчивается для немцев крайне печально и немцев и итальянцев то есть 13 марта уже под бизерты там и тунисом вот эта группировка этала германская 13 мая 43 года она капитулирует различные есть данные о том а сколько же собственно там взяли в плен но будем для круглого счета говорить более 250 тысяч ну там до 300 там и до 500 называли ну понятно что конечно меньше часть войск все-таки удалось оттуда эвакуировать на основное осталось там потеряли значит технику потеряли амуницию в общем все это оказалось как бы повторением сталинграда что называется следующее что делать союзники союзники уже готовы к высадке сицилии нужно готовиться то есть в италии они там раздумывали куда причем гитлер почему-то и муссолини почему-то считали что союзники будут высаживаться в греции 10 июня 43 года сдается остров пантеллерия там находился 10 тысячный гарнизон он был специально укреплен огромные силы были и средства затрачены на это и без боя вот этот гарнизон сдается союзникам немцы понимают что на италию уже полагаться ну совершенно никак нельзя и 19 июня гитлер встречается с муссолини значит это в районе города такой филер по моему местечко такой курорт и это в районе венеция там недалеко от венеции и гитлер буквально так в грубых выражениях высказывают муссолини о том что итальянцы не способны сражаться что они в общем не имеют никакой воли к победе на них нельзя не опираться не надеяться но муссолини вынужден все это что называется съесть одновременно в июле начинается высадка союзников в сицилии главнокомандующий это но новую 15 группа армии союзники делают команды и гарольд александр который командовал до этого в северной африке высаживается 7 американская армия и вот это знаменитая 8 британская армия сицилия понятно такой горный район то есть нужно взять миссину взять сиракузы у итальянцев там находятся два корпуса береговых войск плюс там 8 полевых дивизий уже таких ослабленных и немцы перебрасывает туда корпус моторизованный под командованием такого ганса валентина хубы который в общем смог улететь он был ранен и потерял одну руку его эвакуировали из-под сталинграда и он нас командует этим корпусом такой знаменитый немецкий танковый генерал тоже основу поставляет моторизованная дивизия герман гиринг который собственно отнименный гражданин и курьеру вот там будет еще одна танковой дивизии 3 моторизованных в ночь 9 на 10 июля начинается высадка союзников в сицилии на востоке высаживается острова высаживается британцы в центре американцы немцы перебрасывает туда части под командование вот этого газа валентина хубы в этот момент идет во все курское сражение курская битва и в конце июля немцы уже исчерпывая все свои возможности сходил такой миф что называется что узнав о том что союзники высадились операции высадили сани в сицилии начали высадку операции цитадель верховное германской команды не прекращает и перебрасывает туда войска в частности вот этот знаменитый второй танковый корпус сс на самом деле это было не так туда перебросили только штаб этого корпуса он и станет вот этим основой вот для этого корпуса хубы под командами хубы а собственно техника то ушла на донбасс там все танки то есть технику они не перебрасывали в конце июля американцы входят миссии ну и в конце августа то есть бои будут растянуться там почти на два месяца и в конце августа входят они уже в полермы американцы итальянцы там сдавались в общем то не оказывали никакого сопротивления ну очень так сказать там эпизодические моменты были добыл там батальон берсальеров там оказал сопротивление американцам в основном это конечно же немцы своими моторизованными подвижными частями там была даже такая линия этно это около известного вулкана они довольно долго и удержали союзники не могли взять но тем не менее в конце значит августа все захватывается и полерма немцам удается эвакуироваться то есть примерно да там будут пополнения практически там где-то 65 тысяч итальянцев могли эвакуировать и порядка 40 тысяч немцам большое количество итальянцев в плен попало там больше там опять 100 тысяч что называется и теперь на итальянцам понятно и вообще верховному командованию итальянском понятно что следующее это будет высадка саму так сказать на самом итальянском полуострове в это время начинаются активные закулисные переговоры в основном они будут проходят происходить в лиссабоне туда будет на четыре от военных итальянских ездить и встречаться но с таким известным американским деятелем как это бедал смит известный он тогда был генералом а потом будет директором цру 50-е годы и разговор идет о условиях капитуляции италии причем понятно итальянцы как бы пытались выторговать более почетные условия союзники естественно них давили потому что понятно что союзники имеют полные преимущества и могли делать все что хотели в этот момент еще происходит первый налет американской авиации на рим рим не бомбили можно сказать еще один аргумент бросается на весов это одна сторона другая сторона происходит самой внутри самой италии значит в италии был такой орган вот еще с 20-х годов большой фашистский совет возглавил его такой значит сторонник и но сподвижник бенито муссолини дина гранди создание этого этого совета была заложена такая формулировка что но он во первых он выдвигает премьер-министра и собственно муссолини этого 22 года и был премьер-министром италии именно через фашистский совет но там была такая формулировка что если большой фашистский совет на своем заседании примет решение он может поменять премьер-министр скажем так и вот в основном это военные круги вокруг это значит маршала пьетро бадоли формируется они выходят на вот этого дина гранди и предлагаю следующее что вот на этом заседании этого фашистского совета он произойдет 24 25 июля как раз сместить муссолини и более того как бы вернуть конституционные права королю нужда этого король был фактически 22 года но такой вот декоративной фигурой то есть чтобы он законодательные все указы ты да он подписывал конечно но все это не он писал то есть вернуть ему конституционные права вот такой вот вариант и вот как я говорю 24 25 происходит этот заседание фашистского совета на котором принимается решение сместить большинством голосов там две трети получилось сместите муссолини с поста 26 числа муссолини вызывают во дворе с короля для переговоров а там были как бы ежедневные такие совещания вроде как с военными обсудить ситуацию сложившиеся на сицилию еще шла так сказать битва за сицилию тогда я забыл сказать это операция хаски называлась союзников 26 числа он прибывает королю муссолини и виторий иммунел 3 объявляет ему о смещении его с поста премьер-министра по выходе из дворца его карабинеры арестовывает отправляет его там на отдельный остров и он как бы находится в заточении значит этот дина гранди сразу распускает и фашистский совет и по и фашистскую партию и все вот эти фашистские организации которые в общем-то снизу доверху пронизывали всю фашистскую италию премьер-министром становится вот этот пьетро бодолью и он как бы будет первым премьер-министром пост фашистской можно сказать италии официально бодолье своим германским союзником объявляет что мы войну не прекращаем мы союзники германии мы значит сопротивление будем оказывать но еще более усиливается интенсивность переговоров в лиссабоне и там еще и в каире будет тоже там переговоры и в итоге 3 сентября после окончания уже боев за сицилию туда прилетает представители итальянского генерального штаба и в ночь вот над в ночь как раз на 3 сентября подписывают условия перемирия но в общем то это фактически капитуляции италии было однако до 8 сентября будет об этом так сказать молчание чтобы боялись чего собственно это и произойдет боялись того что как только немцы узнают о том что италия вышла из войны и капитулировала перед союзниками немцы сразу войдут оккупируют италию но получилось так что они там не не флот вроде бы поставили в известность а например там не все вооруженные силы не все части там какие-то во франции находились там значит еще их не смогли оповестить причем итальянцы очень просили чтобы британцы высадили там свою парашютную дивизию время например чтобы американцы начали бы высаживаться на юге они действительно там начали и солерного высаживаться и в трента это юг вот этого сапожка итальянского они там начали как раз третьего числа высаживаться после того как союзникам стало известно о том что подписание произошло до восьмого молчания 8 сентября утром римской радио объявляет о том что италия подписала перемирие народ ликует все уже все устали от этой войны что все для них война закончилась но не тут то было что называется с 8 по 11 сентября немцы входят в италии более того они оккупируют собственно и и и до июня 44 года рим будет находиться под оккупации собственно германии одновременно по поручению гитлера происходит такая знаменитая операции которые отто скорцени провел парашютный батальон немецкий извлекает значит муссолини вначале его на остров как и сказали там один отвезли а потом решили что его так сказать надо спрятать подальше и отвезли зачем-то в горы и вот в этих горах его собственно скорцени и выкрадывают и под муссолини выстраивается такое так называемая республика сало социальная республика тоже официально то есть это сторонники фашизма которые не примирились капитуляции италии на севере италии организует вот такое государство на самом деле она конечно было это фактически немецкий протекторат находился под штыками естественно немецких войск и там будет линия фронта вплоть до окончания войны там итальянский фронт такой образовался но итальянская армия она распадается до там где куда вошли немецкие войска и и разоружают полностью там где какие-то части смогли уйти в горы кто-то там присоединился грек греческим партизанам те которые в италии находились кто-то присоединился к партизанам югославским партизанам тита кто-то к итальянскому сопротивление итальянским партизанам все это были как бы для мистически сопротивление в греции и в югославии и собственно сопротивление итальянское это тоже было в общем то в основном под как бы руководством коммунистов происходило во digamos и они были единственные кто противостоял фашистской италии в тот момент и части вот какие-то итальянские части смогли собственно перейти на сторону партизан собственно сама италия даже в октябре объявят войну германии в общем какие-то части будут даже именно как итальянские части сражаться с с немцами но в частности известный вот этот монастырь монтекассино где были индийцы а потом отличились поляки этот корпус андерса который у нас формировался потом ушел на запад вот они это монтекассино будут брать будут брать они его вместе с итальянцем и еще о таком эпизоде я хотел бы рассказать значит вот флот уже знал что будет капитуляция как я сказал находился он в районе генуи это легорийское море и база специи туда перевели значит три новейших линкора они там находились и восьмого числа даже утром вернее девятого эти три линкора это линкор рома линкор италия и линкор виторию винета в сопровождении по-моему семи или восьми час я точно не помню как кроссеров и восьми точные сменцев они собирались идти на мальту как бы для них война закончилась они идут на мальту сдаваться союзникам и там должны будут стоять просили до ведут они без воздушного прикрытия более того командующих флота по моему адмирал кампионе просил союзников запрашивал чтобы от те прикрыли как бы с воздуха но союзники в этот момент авиация была задействована на прикрытие вот этих высадки солерна и таранта да вот и они не смогли организовать но тем не менее значит они проходят сардинию проходит курсику и подходит к сардинии и здесь их обнаруживают немецкие самолеты и немцы организуют воздушную атаку там бомбардировщики дарнии двести по 17 испытали на этих итальянцах новые авиационные тяжелые планирующие бомбы назывались они фриц x радиоуправляемые более того то есть он сбрасывал еще значит наводил итальянцы не увидели эти самолеты но решили что во первых самолеты были очень высоко и они не могли понять принадлежность их вот это первое а по второе главное шли они так сказать беззаботно все для них война закончилась одна бомба попадает в италию и две бомбы попадают в линкор рома в итоге линкор рома тонет 1600 матросов по-моему там где-то 500 с небольшим человек только смогли вытащить погибли еще там эсминцы несколько то есть немцы можно сказать так стать сразу итальянцам отомстили но тем не менее в общем италия как я уже говорил в октябре объявляет войну собственно нацистской германии и из войны выходит ну нельзя сказать что она победителем как румыния это сделала да но таким в общем менее пострадавшим чем германия в конце по-моему 43-го года под южнее рима союзники десантной операции проводят в июне 44 года немцы уходят из рима там не будет боев рим открытый город даже фильм такой есть рима освобождают союзники а бои на севере италии будут продолжаться до конца второй мировой войны до мая 45-го года и по-моему капитуляция немецкой группы войск в италии произойдет 30 апреля такая будет там известный вот эта операция sunrise crossword о котором мы все знаем как от юлиана семенова 17 весны и фильм этот на чем собственно и построена все это но единственное на что надо сказать что советская сторона была оповещена об этих переговорах немцами то есть союзники полностью ставили нас в известность да и последнее что я хотел сказать значит вот это сицилийская операция операции значит хаски в конце августа она заканчивается победа для союзников и верховный главнокомандующий иосиф сирионович сталин направляет поздравить на телеграмму черчиллю о том что это в общем большая победа на нашем общем фронте борьбы с нацизмом ну на этом я хотел бы закончить вот краткую такую историю краха фашистской италии благодарю вас за внимание и до новых встреч а